Виталий Факеев навстречу пришел в фирменном костюме сборной России. Такими запомнят наших спортсменов в Баку. Сегодня на белом лацкане пиджака появился почетный знак на ЛМК первой степени. Так на Новолипецком комбинате отметили спортивные достижения стрелка. Мы гордимся достижением наших спортсменов, спортсменов клуба «Липецкий металлург». Это действительно высочайшее достижение и клуба, и нашего региона. Это золотая медаль первых европейских игр. Золотая медаль из Баку займет почетное место в списке трофеев Факеева. Эти игры с самого начала называли аналогом Олимпиады, но только для европейцев. Организация, состав участников атмосферы – все на высшем уровне. Ответственность очень большая была. Конечно, было очень сложно психологически справиться с такой непростой задачей, потому что цена вопроса была очень высока. Это и первое место, золотая медаль первых европейских игр, но и еще немаловажное значение имела одна единственная лицензия, которая разыгрывалась на этих играх, которая доставалась только победителю. Личный тренер Факеева Ирина Кравчук за выступлением своего воспитанника наблюдала по интернету. В тот день, когда решалась судьба золотой медали и олимпийской лицензии на игры в Рио, в Липецке проходил шестой этап Кубка России по стендовой стрельбе, где тоже выступали ее воспитанники. Понервничать, конечно, пришлось, хотя другого результата от Виталия она и не ждала. Мы готовились именно на лицензию, только на победу, хотя молча готовились, ничего об этом не говоря молча. Он вообще очень парень скромный по жизни, Виталий. И он вот сцепил зубы, он очень много тренировался, он работал именно на победу. После двухнедельного отдыха чемпион европейских игр приступил к тренировкам. Сезон в самом разгаре. Через две недели в Словении стартует чемпионат Европы, где Факеев намерен подтвердить статус сильнейшего на континенте. Ирина Васильева, Вадим Гапанчук, ТВК Новости.